Мы должны коснуться тема Беларуси, тема Александра Григорьевича, нашего фюрера замечательного и вообще всего происходящего. Я даже стих, кстати, написал небольшой недавно про Лукашенко. Сейчас я его прочитаю. А тебя на твечении забанят за него? Не-не-не, не должны. Там буквально две строчки. Лукашенко мой отец, у меня на лбу потец. Поехали. Обсуждаем. Так, оценки за технику, оценки за артистизм. Это отсылка в основном. Так, ну что, сейчас в Беларуси закончим, и там донат, наверное, прилетел, или как мы? У тебя прилетел донат? Давай, мы пока не начали про Беларусь. Как гость относится к идеям русского космизма и построению шуе в отдельно взятой стране? Давай к Беларуси. Секундочку. Да, я стараюсь гасить микрофон, когда Саша говорит, но это не всегда удобно. Я понимаю, что эхо херачит по многому от микрофона. А? Да, сейчас выключу. Прошу прощения. Да. Так. И погнали. Давай все-таки про Беларусь. Давай, поехали. На самом деле, я не то чтобы обычно интересуюсь политикой, поэтому я в принципе могу быть таким, знаешь, ведомым вопрошателем в данном случае. Что тебе не нравится, Булкашенко? Что, 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 почему тебе не нравится наш Гитлер? Почему мне не нравится ваш Гитлер? Почему, да. Мне не нравится любой Гитлер, который сидит у власти после того, как ему народ ясно дал понять, что ему здесь не рад. Мне, я не рад любому Гитлеру, который считает, что его желание находиться во власти важнее в или изъявлении людей. И главное, я не люблю любого Гитлера, который в этом своем желании предпочитает опираться не на политику, а на штыки. Это основные вещи. Ну, плюс какие-то простые демократические принципы, согласно которым просроченных диктаторов нужно вовремя выбрасывать. Слушай, а ты можешь прояснить, что там вообще происходит? Потому что я на самом деле не то чтобы вообще в теме. Я знаю, что есть Лукашенко, я знаю, что были выборы, я знаю, что он победил, видимо, и начались протесты. Ну, вот... У меня очень такая, очень короткая. На предпоследнем пункте с тобой многие жители Беларуси не согласятся. Но официально он победил, как и Путин. Как и Путин получается. Ну, хотя да, в общем, не люди, которые недавно наголосовали на поправки в Конституцию, будут рассказывать, кто там победил, кто нет. Мы тут тоже сколько? 70% у нас проголосовало за поправки в Конституцию. Так что мы страны-побратимы в этом плане. Я тоже не до конца в материале могу сказать то, что я знаю, то, насколько я нахожусь в теме. Значит, Александр Григорьевич Лукашенко, некогда известный как Батька, сейчас больше известный как Саша 3%. Человек, который удерживает власть вот уже шестой срок, находится, соответственно, 26 лет у власти. Понятно, что это абсолютно автократ, это человек, который удерживает власть всеми доступными ему способами. Способов у него очень много. Первые протесты такие прям серьезные были 10 лет назад. Тогда всех получилось заткнуть, пообещать реформы, остаться и, собственно, 10 лет себе выиграть. Сейчас случилась неприятная для него ситуация, когда люди устали от него так, что они готовы выбрать были кого угодно. И я абсолютно убежден в том, что если бы на выборы против него был выставлен старый стоптанный сапог, старый стоптанный сапог стал бы президентом Беларуси. Потому что люди были готовы проголосовать за кого угодно. Было три политических кандидата. Из них двоих Лукашенко посадил, а третьего вынудил бежать из страны. Жена одного из этих кандидатов пошла как технический кандидат, Светлана Тихановская. И все проголосовали, ну как все, 80% избирателей проголосовали за нее. После чего, дальше цепочка событий немножко прерывистая, мы можем только восполнять пробелы. Она в день выборов, естественно, сменила место пребывания в целях безопасности. Ее сторонники сообщили о том, что она в безопасности находится. После этого стало известно, что Белорусское КГБ ее нашло. Ее силы удерживали в течение 7 часов в здании Центра избиркома. Это подтвердило Ермошина. Это такая белорусская Лапамфилова на максималках. Человек, который обеспечивает Лукашенко победы на выборах вот уже, соответственно, с 96-го года. И после 7 часов долгих разговоров с КГБшниками, кандидат в президенты Тихановска уже после выборов делает такое заявление. Причем там видно, что человек абсолютно раздавлен. То есть там, ну, разве что пистолета нет в кадре. Она прямым текстом говорит такую вещь, что я знаю, что после этого многие меня возненавидят. Но не дай вам бог когда-нибудь оказаться перед тем выбором, перед которым оказалась я. Дети — это самое главное, что у нас есть. И после чего призвала не участвовать в протестах. Ну, то есть другими словами ей пригрозили убить детей. Понятно. Скорее всего. Она тоже вынуждена была бежать. Она сейчас находится в Литве. При этом у нас есть информация от избирательных участков, которые отказались фальсифицировать. И на них примерно одна и та же картина. Тихановская набирает от 75 до 82-83%. Лукашенко набирает от 5 до 12. А по факту мы видим абсолютно обратную картину. То есть по результатам, которые выкатила власть, Лукашенко набирает 80, Тихановская набирает 10. И плюс есть очень интересная запись разговоров какого-то человека, разговаривающего командным голосом с начальником УИКа, где он говорит такую интересную фразу, что поменять голоса третьего и четвертого кандидата. То есть не просто нарисовать какой-то результат, а конкретно поменять результаты Тихановской и Лукашенко. Так что, скорее всего, это такой классический перевертыш, когда голоса одного — это голоса другого и наоборот. После чего люди, не согласные с этим, вышли на улицы и начались очень жесткие подавления. Начались бои на улицах. По людям начали кидать светлошумовыми гранатами, стрелять резиновыми пулями. А резиновая пуля — это такая штука, значит, что только звучит безопасно. На самом деле, там, внутри резиновой обертки очень часто находится металлическая дробь. То есть у тебя резиновое покрытие остается, да, оно не уходит в тело, но дробь улетает в тело дальше. И в целом, дело даже не в этом. Дело в том, что это человек, который отправил силовиков стрелять по собственному народу. А протестующие, что они противопоставили? Там не было никакой агрессии в адрес, не знаю, полиции? Поначалу не было. Люди вышли на мирный протест. Они были в шоке от того, что на них спустили ОМОН. После этого люди стали консолидироваться. Люди стали, не всегда, но часто, люди стали отбивать задержанных у ОМОНа. То есть если они видят, что ОМОН кого-то пытается винтить, люди старались налетать, давать отпор. Но понятно, что безоружные, мирные, неподготовленные, ни психологические, ни физические люди против людей, у которых носили эта профессия, они не очень много могут сделать. То есть они в основном противостоят количеству, единству и готовностью стоять за свои идеалы, которые на самом деле у большинства силовиков, конечно, нет. Потому что есть разница между, как это сказать, я понимаю, я общался, недавно мне было очень интересно, я общался с российскими росгвардейцами, с людьми, которые работают в этой структуре. Я понимаю, что их плотно держат, их очень крепко держат. Не надо забывать, что в Беларуси действует смертная казнь. То есть на силовиков тоже идет очень мощный крессинг. Но понятно, что у них у всех военная ипотека. То есть, грубо говоря, если ты слетаешь из государственной службы, ты теряешь жилье, на которое ты рассчитываешь. Или которое у тебя уже есть из типа безлога. То есть их держат крепко за яйца. Но это все равно ничто в сравнении с тем, когда ты идешь за своих родственников, которых стреляют резиновыми пулями, закидываются шумовыми гранатами. Это разный уровень мотивации. И после этого была история с концлагерем на Окрестино, где запытали до смерти, по сути, десятки человек. Они числятся пропавшими без вести. Но понятно, что Беларусь очень маленькая страна. И если люди пропали без вести, то, скорее всего, нам просто не говорят, что с ними случилось. И поэтому же, собственно, не выдают задерживок. Чтобы не вскрылось, сколько из них не пережили эти пытки. Там очень много чудовищных рассказов. Я не знаю, как твой твич к этому отнесется, как он его переживет. Но там очень много девушек с разрывами яичников, с разрывами прямой кишки. Много людей, много изнасилований. Там людям, вплоть до того, что там есть парень с порванным нёбом, дубинкой и так далее. Там очень страшные вещи. Интересно, как надо ударить, чтобы нёба разбить дубинкой. Вставить дубинку в открытый рот и наступить сверху. Ауч. То есть это такое средневековое, старое, доброе насилие в центре Европы в 2020 году. И понятно, что это очень важная история. Но у нас есть очень наглядный, очень похожий, очень перспективный, к сожалению, видимо, Лукашенко идёт по нему. У нас очень понятный венесуэльский сценарий, где были многомиллионные протесты. И при этом вот уже, сколько второй год, если не ошибаюсь, Мадура остаётся у власти. В стране, по сути, два правительства. Правительство протестующих и правительство Мадура. Мадура хороший друг Путина. И Путин даёт очень щедрые кредиты, например, ему, которые понятно, что никто никогда не вернёт. Я слежу за Белоруссией с двух точек зрения. Во-первых, понятно, что у меня много друзей и знакомых так или иначе завязанных на эту историю. И второе, это то, что понятно, что то же самое, плюс-минус, с поправками на наши реалии ждёт нас через некоторое количество лет. И мы тоже должны учиться. Владимир Путин смотрит и учится внимательно, например, Беларусь. Делает выводы, он перенимает опыт, он совершенствует методы. Нам тоже стоит это делать. Например, вот очень хорошо себя показали во время белорусских протестов две вещи, которые точно надо будет брать на вооружение, когда всё это начнётся в Мордоре. Это общенациональная забастовка. Ничто так не бьёт по режиму, как то, что у тебя встают все предприятия, у тебя встают все основные источники денег. И второе, это деанонимизация силовиков. Вот режим прямо взвился и взвыл, когда стали публиковать личные данные силовиков, потому что они перестают чувствовать себя в безопасности после этого. Когда в интернете начинают лежать телефоны, адреса, фотографии, адреса родственников, они сразу не так охотно ломают людям конечности, насилуют их дубинками, потому что понимают, что однажды люди могут дойти до критической точки кипения и может вернуться к армическим бумерангам так, что ты жизни не обрадуешься. Это не вполне правомерно, но, во-первых, надо понимать, что то, что делают эти люди, тоже не вполне правомерно. А во-вторых, если эта способность держать их от убийств и изнасилований, наверное, это не худшая мера на свете, тем более, что эти данные всего лишь публикуют и никого ни к чему не призывают. Я считаю, что реакция режима очень показательна, то есть то, от чего режиму больнее всего, то, скорее всего, и стоит делать. И самое важное в этом всем то, что они решили не договариваться вообще. То есть Лукашенко сказал замечательную фразу, Лукашенко сказал прямая цитата «Пока вы меня не убьете, новых выборов в Беларуси не будет». Звучит как призыв к действию. Да, согласен, есть такое. Да, тут вопросы по теме были платные, наверное, именно вот я их задам. Есть один платный, но не по теме, мы его потом обсудим. А гость видел ролик Чибисова по поводу Беларуси? Советую посмотреть. Видел Чибисова? Нет, не видел. Ну, психолог. Я себе открою в параллельной вкладке, потом после стрим посмотрю. Ну и тут такой от Александра Лукашенко, у нас он в чате есть, Александр Лукашенко. Скажи гостю, что Александр Григорьевич его внимательно слушает и ведет стенограмму. Александр Григорьевич, ведите стенограмму внимательно, передайте потом Владимиру Владимировичу, потому что у вас впереди большое будущее. Кстати, про тиранов, про бандитов, про злодеев у меня один из романов, называется «Вечный Путин». Я его издал, книжка есть даже, бумажная. Ты его издал в России? Да, я жив. Ты юмористическая произведения? Не, не выехали, не выйдут, я думаю. Книга представляет собой ядерную смесь фантастики, философии и комедии. Действие начинается в 2033 году. У Владимира Владимировича имеется семь клонов. Семь клонов. Путин-зюдоист, Путин-олигарх, Путин-тусовщик, Путин-святой, Путин-философ и Путин-ученый. Всем ему готово в далеком будущем решить судьбу человечества. Короче, Путин становится бессмертным. И в книжке показывается фантазия на тему, что могло бы быть, если Путин и все его клоны так или иначе стали бы бессмертными. И к чему бы это в итоге привело? Это очень прикольно, потому что в интернете... Это было написано на инаугурацию Путина, кстати, в 2018-м вроде. Слушай, я видел похожий концепт в интернете. А там предлагались делать телешоу с клонами Путина. Когда все эти клоны, там, Удмурт, Банкетный, вот эти все клоны Путина, их собирают в резиденции, и они начинают ссориться на предмет, кто же из них настоящий. А на самом деле настоящего среди них уже давно нет, и никто не помнит, кто из них настоящий. Ну вот я этот миф и обыграл как раз. Это не издательство издало, это я, в общем-то, в типографии издал, ребята. Я в чате спрашиваю, кто издал. Ну, я думаю, что большинство издательств абстрактно бы сдали назад. Ну, Ридера не согласилась, Ридера не согласилась. Попросили изменить имя, но вся фишка романа этого как раз в том, что... Потому что никто бы не согласился из больших, потому что это чревато большим проблемой. Александр Лукашенко из твоего чата, видимо, зашел ко мне, или это другой Александр Лукашенко. Пишет, здравствуйте, хочу погостить тут интересные разговоры. Александр Григорьевич, мы в Санкт-Петербурге, вам не сюда, вам в Ростовскую область. Вопрос из чата, где можно купить книгу твою? Если вы живете в Санкт-Петербурге, то вы можете купить ее в магазине Листва, во-первых, в Питере и Фаренгейт. Вроде там и там она должна быть. Это единственные магазины, которые ее так или иначе приняли. Не скупили, правда, но именно приняли пока бесплатно, они мне потом, видимо, деньги отдадут. Ну и у меня, может, со мной связаться где угодно, я ее хоть вам привезу лично, хоть по почте отправлю. Если почту оплатите, все будет нормально. Такс. Ну что ж. Мне на самом деле интересно, люди из чего они именно вот так вот зажглись против Лукашенко? Именно из-за того, что угроза детям пошла одному из кандидатов или как это было? Нет, все началось раньше. Как я понял, для этого надо жить в Беларуси, но как я понял из общения с людьми, которые там живут, то очень сильно его позиции подрубил ковид и позиция Лукашенко по ковиду, что он отрицал вообще существование. Ой, бля, это было угарно, как он в свое время думал. Это было угарно, пока это не твой президент. Это я согласен, я согласен. С другой стороны... Это очень сильно подкосило его рейтинг, что не было никаких выплат бизнесу, что вообще, ну как бы, статистикой пытались справиться с ковидом эффективнее, чем медициной. То есть была большая смертность, просто все эти люди умирали не от ковида, но они все умирали. И была очень плохая история, конечно, и люди понимали, что человек сумасшедший. Потом, ну, Лукашенко много для этого сделал. То есть как рождались мемы про Лукашенко? Лукашенко запретил, по сути, в своей стране социологию. Он запретил соцопросы, выявляющие рейтинг президента. И поэтому люди стали проводить социологию сами в интернете. А Белоруссия — это хорошо интернетизированная страна. Там очень большое покрытие интернета. И по опросам одного из крупнейших белорусских сайтов, накануне выборов за Лукашенко готовы были проголосовать по разным оценкам разных сайтов. Ну, в среднем вокруг 3% это все крутилось. И появился мем про Саша 3%. Саша, ты про смешного. Да, который... Понятно, что это приклеилось намерком к нему. И ему очень неприятно это было, было видно. И, ну, понятно, что когда ты запрещаешь людям иметь какую-то официальную позицию, они начинают искать неофициальную точность зрения и придерживаться их. Это еще хуже. Это еще хуже, на самом деле. А, да, да. То есть Лукашенко был жертвой собственной политики в этом плане по ковиду, по социологии. А дальше потом произошла еще одна штука, о которой я не упомянул, когда краткий пересказ давал. Произошла еще одна штука. Он двух кандидатов в президенты посадил, третьего вынужден убежать из страны. А жена одного из них зарегистрировалась как технический кандидат, домохозяйка с двумя детьми. В общем, Лукашенко не счел ее серьезной угрозой. И штабы двух оставшихся кандидатов объединились с ней в единую силу, чтобы одним фронтом выдвинулся против Лукашенко. Это была очень сильная история. Там было очень красивое кинематографичное обращение жен этих, собственно, кандидатов, трех. И там была отличная пикировка, потому что у Лукашенко была замечательная речь, написанная восемью спичрайтерами, о том, что Беларусь, она любимая, а любимую не отдают. Вот это все так очень ораторски правильно было сделано. И стоят эти три женщины, жены арестованных и вынужденных бежать кандидатов, и они уничтожают всю речь Лукашенко одной единственной фразой, вовремя, метко сказанной. Этой фразой насильно мил не будешь. Это вот прям в народ ушло сразу, и ух, как это было хорошо. А потом у Лукашенко такое ощущение, что слетел с катушек, потому что он сейчас целенаправленно шаг за шагом стреляет себе в ногу. Минский тракторный завод встал на забастовку, крупнейший, один из крупнейших заводов, то есть МТЗ и Беларусь-Калия, это два крупнейших белорусских завода, оба бастуют. И когда он встал на забастовку, Лукашенко вместо того, чтобы как-то попытаться это урегулировать, он где-то публично сказал о том, что да, там просто 20 бездельников не хотят работать, их завтра уволят. Ну, хоть и расстрелял, уже неплохо, как бы. И следующий кадр, это невероятно неебически огромная толпа людей, идущих по Минску, с плакатом, на котором написано «Нас не 20 человек, нас 16 тысяч». Всё, как бы, занавес. Тут, короче, из Беларуси у нас пишет в чате человек, «Сейчас у нас по радио крутили песню «Четыре часа с припевом Саня остаётся с нами». Мне кажется, это уже к психологическому оружию было, чтобы машины ездили с этим припевом, чтобы ты не мог это выключить. Кетчи, очень кетчи. Александр Лукашенко пишет у меня в чате, помню, помню, аж слезу упустил, обсчитался, есть такое. Тут такое ещё, из-за явных фальсификаций выборов, насколько они были явные? Более явные, чем в России фальсификации? Да, ну, как я говорил, они просто поменяли местами голоса двух кандидатов. Бля, как это было видно, как это мы поняли? Как мы это поняли, были несколько уиков, которые публично заявили, причём их было больше ста, было больше ста уиков, которые публично заявили о том, что они отказались подделывать результаты, они выдали данные, и на этих уиках Тихановска набирает от 70 с хвостом до 80 с хвостом. Нормально. На всех. Статистика, бывает, как бы отменили. Но её отменили, как бы, ты не понимаешь, её отменили, поэтому она не работает. Да, и сейчас мы живём в новых условиях, когда никто даже не вбрасывает никакие бюллетени, просто тебе закрывают участки, а потом выдают некоторые абстрактные результаты. А, ну, прикольно. Прикольно. Ну, то есть это хуже, чем в России, намного, как я понимаю. Ну, у нас примерно так же было на голосовании по поправкам, я думаю, что у нас будет так же в ближайшем будущем. Просто они, ну, Беларусь немножко впереди. У нас на голосовании по поправкам вот абсолютно выдали абстрактный результат какой-то, который где-то он соотносился с реальной социологией, с экзитполами, а где-то вообще нет. Как тебе поправки, всё кроме обнуления? Всё кроме обнуления? Обнуление понятно, всё кроме обнуления. А всё кроме обнуления не имеет никакого смысла, потому что если вчитаться в старую Конституцию, которая настоящая Конституция, в настоящей Конституции было много такого, что было очень хорошо, но не работало. Вот с этим будет то же самое. Плюс документ, ну, откровенно плохой. Документ плохой, потому что он начинает сам себе противоречить, он вносит щепотки идеологии в государственный документ, что очень вредно всегда, и от чего потом надо чистить. И понятно, что любое правительство, которое придёт после Путина, должно будет эту лабуду отменять. Ну зато какие люди писали, какие люди писали, что ж. Да, да, там, по-моему, Елена Исенбаева писала. Захар Прилепин, ну ещё кто-то. Захар Прилепин. Полный набор фриков, короче. Собрали всех ублюдков со страны. Да, то есть, ну, реально, эти люди говорят нам, что мы будем жить вот поэтому. Тесака можно было бы позвать, я не знаю. У меня на канале, да, прямо из-под школки писали. Да, у меня на канале есть подкаст со Львом Шлозбергом, крупным русским политиком, который как раз по образованию специалист по конституционному праву, мы с ним обсуждали этот вопрос, ещё до того, как прошло голосование, если не ошибаюсь. И он, как специалист по конституционному праву, говорит, ребята, это не конституционно. То есть, в конституцию заложен механизм, как в неё вносятся поправки. Поправки в неё вносятся по одной. То есть, должно быть по одному голосованию за каждую поправку. Нельзя принять все... Так, донатик. Донат очень простой и короткий. Миломорий пишет. Хорошего стрима. Живи Беларусь. Навальному выздоровления. Ждём новостей. Спасибо большое за донат. Спасибо за поддержку. Не забывайте про донатную полосочку. Пусть она живёт у нас. Договариваю. Самое... Так, стоп. Что-то умное говорил и забыл. Напомню, пожалуйста. Бля, у меня донатик тоже сбился. Да, у меня синдром двери произошёл. Такое, такое же. Бля. Да, у меня бог играл в симптом и принял действие сейчас. Так, я что-то умное говорил. А, про конституцию. Да, про конституцию, конечно. Когда Маргарита Симонян говорит о том, что... Да что вы переживаете, это просто как комплексный обед. Вот, не хотите компот, но хотите первое и второе, не ешьте компот. Она забывает, что это такой комплексный обед, в котором, если вы хотите первое и второе, то вам потом придётся ещё кучу говна на лопате съесть всю полностью и отказаться нельзя. И в этом плане я считаю, что всё, кроме обнуления, в поправках неважно абсолютно, потому что оно всё будет работать так же, как в старой конституции, в скобочках не работать. И всё это нужно было, чтобы прикрыть тему обнуления. Вспомните, все рекламы за поправки, там не было ни слова про обнуление. Это единственное, что не рекламировали. Рекламировали, что у нас, значит, такая природа, у нас охраняется русский язык, у нас портрет Пушкина бедный эксплуатировали в Хост и в Гриву. Там замарали несколько, вроде, до некоторых пор популярных актёров. Хотя, не знаю, Безруков ещё считается популярным актёром или нет. Да, наверное, уже не очень. Да, но в тех проституток вытащили, сделали ролик про то, что вот геи не смогут усыновлять наших детей. Ой, шикарный ролик, шикарный ролик, это шедевр. Шикарный, шикарный. Ну, слушай, зато хоть одна поправка будет работать, это уже радует. Нет, не очень. Ну, хотел хоть что-то будет работать, уже неплохо, это радует. Плюс одна рабочая поправка в Конституции.